Королевский эксперт Джонатан Сочердотти признался, что владеет эксклюзивной информацией, касающейся планов принца Гарри и Меган Маркл на предстоящий платиновый юбилей королевы. «Возможно, так оно и есть. До меня дошли слухи, что, возможно, принц Гарри вернется в Великобританию без Меган», – объявил специалист. Стоит отметить, что после переезда в Монте-Сито герцогиня Сасекская ни разу не сопроводила своего мужа, принца Гарри в Великобританию, хотя у нее представлялось две возможности – похороны принца Филиппа и открытие памятника принцессы Дианы. Насколько я знаю, она действительно не хотела возвращаться в Великобританию с тех пор, как они уехали. Она чувствует, что не является самым популярным человеком в Англии, и публика не очень рада видеть ее, – рассказал эксперт. «Так что, может быть, они найдут причину, по которой она не появится и в этот раз. Это могут быть дети, или они просто не захотят отвлекать внимание от торжества королевы своим появлением», – считает Джонатан. Сочердотти предполагает, что герцоги Сасекские находятся в безвыходной ситуации, ведь если Меган приедет, все внимание переключится на супругов. А если Маркл решит остаться в Монте-Сито, поклонники будут осуждать ее за неуважительное поведение по отношению к монарху. Поэтому, что бы ни случилось, я думаю, будет много дискуссий о том, как складываются их отношения с королевой и королевской семьей в целом. Платиновый юбилей может стать хорошей возможностью для них, чтобы вернуться и показаться великодушными. Сасекские на самом деле могут просто погрузиться в празднование и вести себя сдержанно. Если они вспомнят, каково это быть скромными, их ждет успех. Хотя я не уверен в этом, заявил эксперт. Однако Джонатан склоняется к варианту, что на празднование юбилея приедет только Гарри. До публика и пресса не обойдутся без сплетен, но такое масштабное торжество просто не позволит привлечь все внимание герцогине Сасекской, которая даже не удосужится приехать в Великобританию. Королевский эксперт Камила Томини уверена, что сейчас Кейт Мидлтон и принц Уильям правят всем в британской монаршей семье. Специалист рассказала, что кембриджские являются самыми популярными представителями монаршего двора, а народ буквально в восторге от их идеального тандема. Известно, что по результатам опроса ЮГАФ Кейт Мидлтон заняла четвертое место по популярности среди всех королевских особ. Томини заявила, что появление Мидлтон в жизни британской корон оказало большое влияние на процветание института монархии. Кроме того, Кейт сильно выросла в глазах публики и самой Елизаветы II. Теперь герцогиня стала значимой и высокопоставленной фигурой в королевской семье. Об этом часто забывают, но она, пожалуй, самый влиятельный человек в королевской семье, потому что она жена будущего короля и мать будущего короля, заключила Томини. Эксперт считает, что когда дело доходит до этой пары, то можно смело сказать, они правят королевским домом. В этом году Ее Величество вынуждено было пропустить ряд важнейших событий. И причина тому – серьезные проблемы со здоровьем и госпитализация. Через месяц в сети снова появилась новость о плохом физическом состоянии монарха. Стало известно, что королева слегла с растяжением спины. 9 января 2022 года Кейт Миддлтон будет отмечать свое 40-летие, поэтому нет никаких сомнений в том, что принцу Уильям преподнесет своей любимой супруге интересный подарок. Однако во время подкаста Питера Крауча на BBC Radio 5 Live вместе с Томом Фордайсом и Крисом Старком герцог Кембриджский рассказал, что не всегда угадывал с презентами для своей герцогини. Уильям вместе с бывшим футболистом сборной Великобритании начали обсуждать подарки, которые дарили своим женам. Оказалось, что Питер на протяжении трех лет покупал своей супруге, модели Эбби Кленси, плащ. А вот Кембриджский разоткровенничался по поводу сюрприза для своей герцогини, о котором он сожалеет до сих пор. «Однажды я купил своей жене бинокль, она никогда не дает мне забыть об этом», – пошутил Уильям. Оказалось, что это случилось на ранней стадии ухаживания принца за красавицей Кейт. Герцог хотел удивить девушку, но немного перестарался. «Все пошло не так? Честно говоря, я понятия не имею, зачем я купил ей бинокль. В то время это казалось хорошей идеей», – заключил Кембриджский. Также Уильям рассказал о предстоящем юбилее своей супруги. Не успел начаться Новый год, как из Виндзорского замка потянулись плохие новости. Слава Богу, не о здоровье монарха, а лишь о ее сыне, принца Эндрю, обвиненном в насилии над гражданкой США почти 20 лет назад. История порочной дружбы Эндрю с Джеффри Эпштейном, подтвержденным высокопоставленным сутенером, который познакомил принца с Вирджинией Джуффри, выходит сыну монарха боком уже какой год подряд. Иск, поданный из-за океана по неясным мотивам не свеж, но чрезвычайно болезненен и лично для Эндрю, и для британской королевской семьи в целом. Невосполнимый репутационный урон принц уже понес. Для публичного осуждения, вполне достаточно подтвержденного факта дружбы с Эпштейном, доказательства непосредственно насилия нужны одному лишь суду. Эндрю и так отстранили от выполнения своих обязанностей и максимально удалили от журналистов. Королева лично распорядилась нанять адвокатов, но тут речь идет уже о чести семьи, а не запятнавшего себя родственника. Адвокаты Эндрю ссылаются на внесудебное соглашение, заключенное между Джуффри и Эпштейном еще в 2009 году, утверждая, что тогда женщина обязалась отказаться от судебного преследования как самого Эпштейна, так и его знакомых, включая принца Эндрю. Сумма, которую тогда получила женщина, не разглашалась. Есть еще ряд формальных признаков, по которым дело не должно быть рассмотрено в США, но это совсем уж судебная казуистика. Сейчас же, если верить слухам из дворца, на повестке титулы, которые до сих пор носит сын королевы. В первую очередь речь идет о титуле герцога Йоркского, который носил до него Георг V, дедушка Елизаветы, матери Эндрю. Если уголовный процесс будет проигран, именно такое наказание видится всем самым очевидным. Принцесса Диана всю жизнь чувствовала себя одинокой. Это ощущение настигло ее еще в детстве, когда ее родители развелись в 1969 году. Девочка была четвертым ребенком в семье Джона и Фрэнсис Спенсер, и казалось, что их любовь сохранится до гроба, но все изменилось. Многие утверждают, что пара рассталась из-за тирании со стороны Джона. В любом случае, Диана оставалась жить с отцом в не вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году. И вот прошло целых 11 лет после того, как Диана и принц Уэльски связали себя узами брака. Ее отец восьмой граф Джон Спенсер умер. К слову, многие были уверены в том, что именно Джон грезил мечтами выдать своих дочек замуж за членов королевской семьи, чтобы породниться с Виндзорами. Сама Диана узнала о трагедии во время отпуска с Чарльзом и двумя сыновьями. Оказалось, что принц Гарри очень необычно отреагировал на эту новость и задал своей маме один вопрос. Отец Дианы никогда не был официальным членом королевской семьи, но в 1950 году служил конюхом короля Георга VI и Елизаветы II в течение двух лет до 1952 года. Изначально семья Спенсеров жила в ПАОС в поместье Сандрингем, а уже потом Эдвард Джон Спенсер стал графом и унаследовал Олтерп. В 1978 году отец Дианы перенес инсульт и был госпитализирован в больницу, где пролежал 8 месяцев, но на этом проблемы не закончились. В 1992 году Джон вновь попал в клинику с пневмонией. Все надеялись на скорейшее выздоровление графа, но во время пребывания в больнице его здоровье ухудшилось, и он умер от сердечного приступа 29 мая 1992 года в возрасте 68 лет. В это время семья Уэльских была на лыжном курорте Лех в Австрии. Однако Диана не могла спокойно развлекаться. Каждый день она звонила в больницу, чтобы проверить его состояние, ведь он был единственным близким для нее человеком. В пятницу вечером королева Елизавета II объявила, что герцогиня Корнула станет королевской леди ордена подвязки. Тем самым присвоив жене принца Чарльза один из самых почетных титулов страны, которым должна обладать. В обязательном порядке будущая королева Англии при восхождении на престол. Напомним нашим читателям, орден подвязки был основан Эдуардом III в 1348 году и является самым старшим рыцарским орденом в британской системе отличия. Количество членов ордена ограничено до 24 человек, хотя сверхштатные члены ордена, такие как монарх и ее дети, не учитываются при подсчете этого количества. На данный момент благороднейший орден подвязки включает в себя королеву Елизавету II, вместе с этим монарх является повелительницей подвязки. Нескольких старших членов королевской семьи 24 рыцарей, выбранных в знак признания за их выдающиеся заслуги. Рыцари подвязки выбираются лично монархом только из тех достойных кандидатов, которые ранее занимали государственные должности и внесли вклад в национальную безопасность и развитие страны. Среди других членов ордена можно встретить внука королевы принца Уильяма, ставшего рыцарем высшего рыцарского ордена Великобритании в 2008 году, вслед за его отцом принцем Чарльзом. Лишь немногие государственные деятели Великобритании были удостоены чести стать членами ордена подвязки, одними из таких исключений стали сэр Уинстон Черчилль и принц Филипп. Грандиозное шествие рыцарей происходит каждый июнь и проходит в Виндзорском замке. Событие сопровождается оркестром и шествием всех офицеров ордена, одетых в парадные одежды. Церемония вручения ордена подвязки, проводимая королевой Елизаветой II, является одним из величайших дней в королевском календаре.